Гиппенрейтер Юлия Борисовна. О воспитании ребенка. Беседы и ответы на вопросы. Предисловие. Родители продолжают упорно трудиться над великой задачей вырастить в сложной среде современного мира счастливого и успешного человека. Они заполняют вопросами интернет, приходят на встречи и лекции, записываются на семинары. Издатели, журналисты, организаторы ТВ-программ подключаются к этой работе и профессионально, и лично, поскольку сами, как правило, тоже родители. В этом сборнике собраны лучшие главы из книги «Счастливый ребенок. Новые вопросы и новые ответы». В него вошли отрывки из моих выступлений, интервью, которые были даны для разных журналов в разное время. Беседы с родителями и ответы на их вопросы, которые задавались лично и по почте. Отдельно хочу сказать о беседах. Они, как правило, возникали на вопросы из зала. Чтобы лучше понять спрашивающего, я иногда предлагала ему подойти, сесть рядом и повторить свой вопрос. Некоторые из таких бесед перед залом были короткими, некоторые более развернутыми. Они помогали обнаружить многие дополнительные детали проблемы и включить в размышления всех присутствующих, которые живо реагировали по ходу разговора. Мы сочли возможным поместить эти беседы в сборник, поскольку они, несмотря на личный характер, рождались в публичной обстановке. К тому же многие ситуации оказывались типичными и повторялись в других семьях. Конечно, в целях анонимности имена родителей и детей либо опущены, либо изменены. Относительно ответов на вопросы. Иногда родители ждут рецепта, что сделать, чтобы решить проблему с ребенком. К сожалению, большинство проблем в воспитании одним удачным действием или словом решить невозможно. Поэтому в коротких ответах я приглашаю родителей вместе подумать и поискать возможные пути выхода. Для более серьезной работы приходится отсылать к моим книгам, а также к профессиональной помощи. Бесценную помощь в сборе, редактировании и компоновке представленного здесь материала оказал мой муж А.Н. Рудаков. Без его помощи я вряд ли справилась бы с этой задачей. Приношу ему глубокую благодарность. Юлия Борисовна Гиппенрейпер Глава первая. Понимать и активно слушать детей. Если ребенок отказывается вам подчиниться, выслушайте его и согласитесь, если его основания окажутся вескими. При таком разрешении противоречий ваши отношения обязательно превратятся в дружеские. Дети — очень благодарный народ. В ответ вы получите их готовность понимать вас и отзываться на ваши проблемы. Что делать с нытьем? Беседа. Мама. У меня тревожная девочка, четыре с половиной года. Она постоянно ноет. Например, хочет на улицу. Я говорю, сейчас мама доделает свои дела и пойдем на улицу. Она пристает ко мне. Мамочка, мы правда пойдем на улицу? Да, мамочка. И так пять раз. Что делать с нытьем? Юлия Борисовна. Многие родители говорят, что когда они научились пользоваться активным слушанием, и я сообщением, то отношения наладились. Что тут можно сделать? Будьте вы ноющей девочкой, а я мамой. Мама играет дочку. Мамочка, пойдем на улицу. Юлия Борисовна играет маму. Ты очень хочешь пойти на улицу. Мама за дочку. Да, я очень хочу на улицу. Ты... Юлия Борисовна за маму. Очень-очень хочешь. Даже хочешь поплакать, чтобы мамочка быстрее пошла. Мама за дочку. Да. Юлия Борисовна за маму. Мамочка, конечно, пойдет. Мы сейчас вместе это доделаем. Ты мне очень поможешь. И после мы весело пойдем на улицу. Там будем много играть и радоваться. Годится? Мама за дочку. Годится. Но я хочу сейчас пойти на улицу. Не хочу доделывать. Юлия Борисовна за маму. Ты не хочешь доделывать. Мама за дочку. Не хочу. Юлия Борисовна за маму. А как же быть? Я буду грустная, если не доделаю. Надо про себя сказать, чтобы она и на вас могла настраиваться. Я буду очень огорчаться. А ты ведь не хочешь, чтобы я огорчалась, правда? Ты меня любишь, и я тебя люблю. Ну вот, вы заулыбались, и девочка заулыбается, когда вы с ней так поговорите. Как избежать авторитарности? Беседа. Папа. Моей дочери пять лет. Я боюсь, что когда она вырастет, то вместо того, чтобы помочь, скажет. Я лучше пойду с подружками погуляю. Боюсь потому, что подобная ситуация сложилась с моим сыном, которому уже 21 год. С сыном я был авторитарен. Он спрашивал, а есть выбор? Я говорил, нет. А теперь и с дочерью может так же произойти. Юлия Борисовна. Вы говорите, я был авторитарен. А чем заканчивается воспитание авторитарным папой? Либо неподчинением сына, дочке, либо его сломленной волей. Во втором случае сын оказывается не способен что-либо решать. Все решал папа, а я никто и ничто. Итак, дочери пять лет, ничего еще не упущено. Юлия Борисовна. Слушайте ее. Есть с ней ситуация, которая вас ставит в тупик? Папа. Нет. Юлия Борисовна. Еще такой нет, но вы уже тревожитесь. Папа. Я понимаю, что авторитарность плохо. Я при воспитании сына понял, что это тупиковый путь, а другой не могу представить. Я побаиваюсь идти вперед. Дочь растет, а девочка для папы. Это совершенно другая категория. Юлия Борисовна. Юлия Борисовна. Да. И еще, когда папе, как вам, больше сорока лет, он бывает уже душевно растоплен к детям, а к дочке особенно. Такие растопленные папы встают в тупик. Ты моя лапочка, моя дорогая, сделай все, что ты хочешь. Правильно? А потом лапочка садится на шею. Папа, купи мне это платьице, еще и это, и еще. Конечно, моя хорошая. А мне надо еще и туфельки, и этот сарафанчик. Папа. Абсолютно правильно. На самом деле я не могу быть с ней строгим. Я не могу ей отказывать. Юлия Борисовна. А вам бы хотелось научиться отказывать. Папа. В общем, да. Юлия Борисовна. Давайте найдем с вами ситуацию, когда вы сможете ей сказать «нет, дочка». И, когда вы найдете одну-две ситуации, ваши страхи начнут уменьшаться. Давайте поиграем. Я ваша дочка, вы мой папа. Папа. Доченька, пора спать. Юлия Борисовна за дочку. Нет, папа, я еще немножечко поиграю. Папа. Доченька, завтра рано вставать. Юлия Борисовна. Нет, послушайте ее активно. Дети ведь уже с двух лет кричат «нет». И я, дочка, сразу заявляю «нет, не хочу спать». Теперь скажите мне. Ты, доченька, не хочешь спать? Папа. Формально-механически. Доченька, ты не хочешь спать? Юлия Борисовна. Сочувственно скажите. Интонация очень важна. И я, дочка, отвечаю вам. Да, папа, я хочу играть, и чтобы ты со мной посидел и поиграл. Папа. Ты хочешь, чтобы я с тобой поиграл? Юлия Борисовна за дочку. Да. Еще вот ту сказку ты мне не дочитал, а обещал. Папа. Я обещал, я ее почитаю. Юлия Борисовна. Рано соглашаетесь. Не переходите на себя. Продолжайте слушать. Папа. Я не дочитал сказку, а ты ее все время ждешь. Пауза. Юлия Борисовна за дочку. Да, папочка. Вот ты мне дочитаешь совсем чуточку, две минутки, и я лягу. Папа. Хорошо, я тебе дочитаю. Юлия Борисовна. Давайте посмотрим, как разрешилась проблема. Папа почувствовала себя более уверенно. Можно сказать, что он владел разговором, и дочке, а не ему пришлось искать выход из положения. Как быть позитивной? Беседа. Мама. Благодаря вашим книгам я стала стараться общаться с дочерью и ушла в негатив. Обсуждала только депрессивные состояния. Тебя кто-то обидел, тебе плохо, а ей всего три года. Я поняла, что свои страхи передаю ей, и испугалась. Как исправить то, что я слишком часто говорила о негативных эмоциях? Например, когда ее мальчик стукнет, я спрашивала, тебя ударили, тебе обидно? Юлия Борисовна, вы так часто говорили, когда она плакала. Между прочим, спрашивать не надо. Нужно не вопросительное предложение, а утвердительное. Тебе сейчас обидно. Вниз интонацию. Мальчишка тебя ударил, и тебе обидно. И ты на него сердишься. Она вообще сердится? Мама. Да. Юлия Борисовна, очень хорошо. В сердитости есть положительное начало — защитить себя. Так что вы можете продолжить. Это хорошо, что ты не любишь, когда тебя стукают, и правильно делаешь, что не любишь. Вы подкрепляете в ней уверенность, переключаете на позитивное переживание. А если сказать по-другому? Ой, ты моя бедная, несчастная. Да, я тебя пожалею. Мама. Ой, сейчас расплачусь. Юлия Борисовна, понятно? Излишнее сочувствие не нужно, и не только в этом дело. Я говорю, тебе обидно. Он тебя стукнул. А ты не любишь, когда тебе обидно. И никто не любит. И правильно делаешь, что не любишь. И я начинаю ей рассказывать про нее хорошие вещи, которые ее мобилизуют, помогают пережить случившееся. Это и есть обучение ребенка, как работать со своими эмоциями. Потом, когда-то, она это будет делать с собой сама. Но еще важно активно слушать и в положительных, радостных случаях. Можно и нужно разделять радость, веселье, удовольствие от красивого, приятного, интересного.